Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. И самая главная спортивная новость сегодня посвящена Бразильской Олимпиаде. На игры в Рио-де-Жанейро поедет 11 самарских атлетов. Этот дзюдоист, действующий олимпийский чемпион Тагер Хайбулаев, пловец Семен Макович, теннисистка Дарья Касаткина сыграет соло и в паре. За медали также поборется Андрей Юдин, прыжки на батуте, Наталья Перминова, бадминтон, Павел Сухов, фехтование, Илья Штоколов, гребли на байдарках и каное. Ольга Акопиан, Ирина Близнова, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина сыграют за сборную России по гандболу. Все эти спортсмены прошли допинговые тесты, были допущены Международным Олимпийским комитетом и Международными федерациями к Олимпиаде в Бразилии. Однако проверки на употребление запрещенных препаратов продолжаются уже в Рио-де-Жанейро. Анализировать кровь и мочу на содержании химии будут до стартов и после финиша. Особое внимание вода уделит тем атлетам, которые поднимутся на пьедестал почета. Пробирки тестированных олимпиоников будут храниться в лаборатории антидопинговой ассоциации максимум 10 лет. За это время в любой момент может пройти повторная проверка на запрещенные препараты. Если тест окажется положительным, то спортсмены лишат звания и награды. Культуру менять в одночасье невозможно. И это существует. Пока не будет жестких санкций и наказаний за это, оно так и будет продолжаться. И это, поймите, это, к сожалению, передается из поколения в поколение тренерами передавалось. Но в данной ситуации, я надеюсь, что введение уголовной ответственности за допинг, изменение всей контрактной системы с тренерами, я думаю, не изменит эту ситуацию. Список запрещенных препаратов обновляется ежегодно 1 января. При этом не позднее октября вода публикует на своем сайте новый список на следующий год. То есть добросовестный спортсмен, который следит за обновлениями как минимум за пару месяцев, знает о том, какие субстанции были выведены из списка, какие туда попали. Понятно, что если человек прыгает, например, там 2,50, то 2,70 он никак не прыгнет. Это нереально. Надо как-то собраться, отбросить все эти мысли про то, что там решают, что там допинг, что там кого-то не допустят. Готовиться и найти эту высшую точку в нужный момент. Просто должны сделать то, на что способны, к чему их научили тренер. То есть, чтобы потом просто сам перед собой, когда вернется, не было ему самому стыдно, что он чего-то не доделал. А на десерт бразильский курьез Олимпиады. Турнир носит статус летних игр. Сейчас в Рио-де-Жанейро зима, ведь это южное полушарие планеты. Видно у организаторов пробел по географии школьной программы, и поэтому Олимпиаду можно по праву называть зимней по летним видам спорта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы, занимайтесь физкультурой и болейте. Но только за российскую олимпийскую сборную в Бразилии.